Привет! Вот уже началась осень, первые листочки начали желтеть, в своем хастранс превратился в болото, а у меня обострилась игровая импотенция. Те игры в кои я играл уже надоели, а новый мой компьютер Мезозойской эры не потянет, поэтому на помощь идут старые игры. Из-за своих 16 готиков я уже успел перевернуть такие культы у игр, как Нововоронеж, Поиск Бати, Фомка Симулятор и другие. Но вот маскарад всегда скользал из-за моих рук, и у меня никогда не хватало достаточного желания, чтобы начать в него играть. Но недавно я все-таки созрел до маскарада, а заодно решил записать о нем ролик. Так что без лишних слов, приступим к игре. Игра нас встречает выбором, сделать своего персонажа вручную, или же пройти тест, по которому игра сама не живет нам персонажем. Где-то я уже такое видел. В самом начале я выбрал второе. Насферату. Эх, лучше сделаю персонажа став. Вот так выглядит меню создания персонажа. Здесь можно выбрать клан, пол и историю нашего персонажа. К сожалению, игра была выпущена в 2004 году, поэтому в качестве гендера я не могу выбрать боевой вертолет. Итак, на выбор у нас есть аж 7 кланов. Анархисты, замкадники, солевые, данженмастеры, петербуржцы, колдуны и москвичи. Лично мне среди всего перечня понравился именно вариант замкадника АК Гангрелы. И свой вариант я могу легко объяснить. Во-первых, я играю в первый раз, и мне не хочется экспериментировать, играя замок Юанина или Насферату. А вот все остальные кланы какие-то серьезные и политизированные. А в отличие от них, Гангрелы далеки от всей этой суеты и живут себе в кайф. Шарятся по помойкам, кормятся на базе вместе со Стасом Аскетой и подтягивают сиську пива по вечерам. В общем, живут в свое удовольствие. Назвать нашего вампира будут Аболтус. Все готово, пора приступать к игре. Хочу тебе кое-что показать. Да я ж пошутил. После обращения Аболтуса отвозят в суд. И местный гнязь, вот этот парень, поясняет, что в вампирском сообществе есть правило, которое нельзя нарушать, и обращение Аболтуса было совершено без его разрешения. Короче, нашему сироту били башку. Когда местный гнязь начала обращать судьбу Аболтуса, произошло это. А теперь о судьбе неудачно рожденного потомства. Без сира большинство детей обречены бродить по земле, не зная своего места, своей ответственности. И что самое важное, закону, в котором мы подчиняемся. И поэтому я решил, что... Все это херня! Сука, ты меня уже заебала, блядь! За что? Все, что я говорю, то, что ему лучше этого не делать. Если мистер Родригес позволит мне закончить, я решил позволить подобным сородичам жить. Им надо разъяснить наши законы и гарантировать равные права. Пусть никто не говорит, что я не прислушиваюсь к просьбам и нуждам нашего сообщества. Благодарю вас всех, что нашли время прийти. И надеюсь, эта казнь не пропадет в Туне. До свидания! Суд закончился, и стоит поговорить поподробнее об этом парне. Его зовут Лукроа, и он является князем Лос-Анджелеса. Титул князя обозначает то, что он является самым главным вампиром в городе. Князь должен защищать Маскарад и разбираться с теми, кто этот Маскарад нарушает. О Лукроа я расскажу вам попозже, но вам важно знать, что Аболтус теперь является шестеркой Лукроа. И первое задание, которое он дал, это отправиться в Санта-Монику и встретиться с его агентом по имени Меркурио. На выходе из Судана встречает Джек. И по его виду вам может показаться, что это просто алкаш-вампир. Но это не так. Джек это мудрый алкаш-вампир. Он вас научит не только чени сломать вашим врагам, но и легко вам пояснить за ситуацию в вампирском мире. Да и советом может всегда поддержать. В общем, позитивный чал. Ты аж шатаешься? Хочешь глотнуть? О, малыш, сейчас лишим тебя девственности. Ха-ха-ха, тебе понравится. К счастью, это оказалось не намеком на скорое изнасилование Аболтуса, а все лишь затравлый к уроку физиологии вампира. Если кратко, то Джек поясняет, что нам надо пить кровь, чтобы не обезуметь от голода. Но при этом убивать людей нам не стоит. В ином случае от убийств неминных будет теряться человечность. Также Джек рассказал о том, что вампиры, как и люди, могут умереть от обычного оружия и солнечных лучей. Но при этом, если быть достаточно умным вампиром, то можно себе обеспечить бессмертие. Вот такой вот ликбез по вампирской физиологии. Однако, на этом обучение Аболтуса не заканчивается. Джек учит Аболтуса, как взломать замки и компьютеры, драться с людьми и вампирами, а также поясняет Аболтусу за стрельбу и вампирские способности. Подойди сюда. Держись подальше от тока. Это налет Шабаша. Во время обучения мы становимся свидетелями нападения некого Шабаша. О Шабаше и других вампирских организациях я расскажу в другой серии. Пока что вам надо знать только то, что в Шабаше состоят самые главные шизы вампирского мира, которые не подчиняются маскарадам и активно занимаются разными недопустимыми для цивилизованного мира приколами. Ну, честно говоря, ты появился, скажем так, в интересное время. Гамарелия, Шабаш. Ну, в Лос-Анджелесе они новые игроки. Множество сородичей терлись в Калифорнии еще задолго до них. Ах, малыш. Ладно, думаю, тебя уже ждут снаружи. Похоже, ты поедешь на такси. Надеялся просветить тебя подробнее, но... Ну, а ты и сам еще все поймешь. Если выкрыбкаешься, загляни в ласт раунд. Это бар в Даунтауне. Расскажу тебе о местной политике. Хе-хе-хе. Это опасная хрень. Ха-ха-ха. Удар. Итак, Аболтус наконец-таки прибыл в Санта-Монику, где по поручению Алла Круа должен встретиться с Меркурио. Только выйдя на улицу, Аболтус увидел полумертвого Меркурио, заползающего к себе в квартиру. Фу, блядь. Заебал это ебатория. Ох, блядь. Эти суки чуть не порвали меня. Черт, я умираю. Проклятый варщик. Барыгам в Лос-Анджелесе вообще нельзя доверять. Я пришел к ним на хату с деньгами, как положено. Четверо появились из ниоткуда. Обдолбанные уебки обработали меня битыми. Не надо было идти одному. Лоханулся. Я должен был управиться с этими уебками. Не гони. Думаешь, я какой-то лох? Я знаю, где их найти. Эти мелкотравчатые сучьи дети живут в развалюхе на пляже. Может, четверо или пятеро. Тебе надо забрать у них его. Может, уговорами, может, силой. Не знаю. Я хочу их убить. Поступай, как хочешь. Я знаю, я завалил дело. Узнав о том, что Меркурио провалил свою часть задания и не смог раздавать взрывчатку, Оболтус направился в сторону пляжа, где находится дом барыги. Кстати, я ранее забыл сказать, с какой целью Лукруа отправил Оболтусу в Санта-Монику. И думаю, об этом стоит сказать именно сейчас. Задача Оболтуса взорвать ружейный склад Шабаша. Но так как взрывчатки нет, то Оболтусу для начала надо вернуть Астролит. Ака взрывчатку. Тебе помочь? Вау, ну давай, заходи. Ага, да, ты крут. Пока мы не перешли к делу и пока не пошел обмен, слушай внимательно сюда. Если попробуешь меня кинуть, я тебя выебу. Если расскажешь обо мне копом, я найду тебя и потом выебу. А если ты коп, я выебу тебя, всю твою семью и даже белочку в твоем дворе. А теперь, когда мы ознакомились с условиями, что я могу сделать для тебя такое, чтобы ты вышел отсюда довольным словно девственник, умотавший с урока в обнимку с первой школьной красоткой? Я всего лишь хочу почувствовать себя счастливым. Но боюсь, что после почти двух часов игры в доту и просмотра такие скугуля, это невозможно сделать. Поначалу я планировал все сделать мирно, но к сожалению, местный барыга вынудил меня устроить небольшой троллинг. Разобравшись с бандитами и забрав устрелит, Абултус пошел к Меркурию, брать дальнейших показаний. Поговорить с Меркурией удалось выяснить, что Санта-Моникой изоправляет некая Тереза Войерман, владелица местного клуба Ассайлум и просто важный член Камариди. О Камариди я кстати тоже расскажу в следующей серии. Однако, до Абултуса Тереза не очень-то и важна, ведь наша главная цель найти Носферату по имени Бертом Тунг, так как он знает, как нам попасть на славу с Шабашем. Но сейчас Тунг находится в подполье из-за вражды с Терезой, и поэтому с ним невозможно встретиться. И чтобы Абултус выйти на связь с Тунгом, ему надо убедить Терезу заключить мир с Тунгом. Поэтому Абултус направляется в клуб Ассайлум, где мы и встретим Терезу. Честно говоря, после этой встречи я чувствую себя так жарко, словно я голубоглаз за Фримена и за Дюны. Здоровайтесь, это Жанет. Вы, наверное, думаете, что за Жанет, ведь я вам ничего о ней не рассказал. А я вам отвечу, да, так и есть. Но я не рассказал не потому, что я дурак, который не может написать сценарий, нет. Я просто не хотел вам портить первое ощущение ознакомиться с ней, преждевременно представляя ее. Итак, Жанетта – сестра Терезы, и она является, так скажем, главной маркетинговой фишкой клуба. Я думаю, вы сами понимаете, почему. После небольшой разминки правой руки, Жанетт говорит о том, что ей стоит отлучиться на второй этаж. Немного ждем, и затем сами едем на второй этаж, так как там Тереза, с которой надо обкашивать пару вопросиков. Я всегда одна, что ты можешь смотреть на меня только сверху вниз, что здесь взглянуть на тебя. Размалеванное лицо, кровальщик, больные, грязные мысли. Подор, остыдилась бы. Пусть как-то без греха первый бросит меня камень. Вау, похоже, у девочек невончатые и теплые отношения. Пожалуйста, заходи. Прошу прощения за кретинизм моей сестры, если она доставила тебе неудобства. Она скандальна до бесстыдства, но... Видимо, в клубном бизнесе такой тип людей неизбежное зло. Немного побываясь с Терезой о заключении мира с Тунгом, Аболтус пришел к соглашению с Терезой, по которому Аболтусу надо отправиться в старый отель и изднать злого духа. А Тереза же, в свою очередь, отстанет от Тунга и Аболтусу наконец-то сможет с ним встретиться. Звучит как крайне легкое задание, поэтому сразу идем к отелю через канализацию. Вот как-то так выглядит отель, и его территория снаружи. Итак, я сразу же пошел к этой будке. Там я нашел ключи от двери и вообще произошел микросаспенс. Ну, я его вообще-то в тот момент и не уловил, и побежал к отелю. Мы зашли внутрь. Паттиковое не видно, но обстановка выглядит не очень дружелюбно. Аболтус! Я не упал в танженбели Хэррингтона, а все лишь оказался в подвале проклятого отеля, где все предветы хотят меня ударить, а коридоры настолько одинаковые, что у меня складывается такое чувство, что это новая разновидность бэкрума. То есть это примитивные ужасы, когда там... Тихо-тихо-тихо. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Долго бродя по одинаковым коридорам, я наврял на газетную вырезку, из которой можно понять, что в этом отеле происходят не очень приятные события. И в одной из чистящих машинок я нашел ключ от котельни. Продолжение следует... 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 Но итогом всей истории становится то, что 13 потомков Каина разобретается по всему миру и строят свои вампирские кланы, которые стали управлять всем миром. Но с появлением инквизиции власть вампиров пошатнулась, и 7 кланов решили создать новое сообщество под названием Камарилия, где будут соблюдаться определенные правила, а суд правил назвали маскарадом. А сделали это все для того, чтобы вампиры могли спокойно прятаться от взора людей и без проблем существовать с ними. Там конечно потом были всякие разборки между вампирским кланом, но о них вы можете узнать сами, а возможно в следующих сериях я вам что-то подробно расскажу. Так, немного о лоре я вам рассказал, теперь пора идти по сюжету, а то я уже что-то в кроме метраж не умещаюсь. Поэтому быстренько бежим обратно в клуб Асайлум, где Тереза нас отчитывает за наше симпование перед Жанет, и поясняет нам, что за недолгое время нашего отсутствия двое сестричек снова повздорили. И поэтому Тереза посылает оболтаться в закусочную напротив, для того чтобы примириться с Жанет. Однако закусочная нас встречает не Жанет, а местные гопники. Быстро разбираемся с ними и берем зазвеневший телефон. Тем, кто позвонил, оказалась Жанет, и она рассказала о том, что это ловушка, которую подстроил Тереза. Но я без нее этого и не понял. Кроме этого, Жанет просит нас прийти в клуб и спасти ее от Терезы. Я же, как верно симп, сразу же туда побежал, где произошла весьма угарная сценка. Не вмешивайся! Подумать только, кто-то готов рискнуть жизнью ради грязного развратного ничтожества. Что ж, так мне будет проще убить вас обоих. Помоги! Спаси меня, и я помогу найти Бертрама, клянусь! Заткнись, Жанет! Тунг настроил тебя против меня. Я всегда присматривала за тобой, но ты не смирилась с моим успехом. Обязательно было вмешиваться, да? Я не хотела, чтобы все так закончилось. Но ты меня вынудила! И да, вы все верно поняли. У Жанет, слэш Терезы, шиза. Ну а роль санитара, а Болтуса придется взять на себя. Ну и по ходу всего их диалога, или же монолога, как кому удобнее, игроку надо выбрать в сторону и поддержать Терезу или Жанет. Здесь, конечно, еще есть и третий вариант. Это примирить обе личности. Но я, как настоящий сим, решил поддерживать во всем Жанет. Я не покушалась ни на чей пирожок, сестренка. Конечно же нет. И точно так же ты с ним не работала. Это как-то отличается от того, как ты обращалась с отцом. Отец? О, Тереза. Бедная, обманутая сестричка. Я обращалась с отцом именно так, как он того заслуживал. А он обращался с тобой как-то... Не смей так говорить об отце. Твое сердце все еще принадлежит папочке после всех этих лет, а, сестренка? Но он хотя бы любил меня. Возьми свои слова обратно, сука! Ты всегда недооценивала меня, Тереза. Это я все устроила. Бертрам плясал под мою дудку. Каково знать, что я тебя обставила, м? А разве не очевидно? Я собираюсь избавить Землю от этой извращенной подлой шлюхи. Ты знаешь, что несмотря на ее состояние, она по-прежнему прелюбодействует со смертными, представляешь? Это так мерзко, так нечестиво. Кто бы говорил, милая сестренка? Или лучше сказать, папина дочурка. Хочешь узнать, насколько может быть развратно баронесса Сантамоники? Закрой рот, Жанет. Ты хотела бы, чтобы все считали тебя святой. Когда вы думали, что я сплю, я слышала, как отец приходил по ночам. Как он шептал тебе на ухо, что очень любит тебя перед тем, как... Не смей продолжать, или я убью тебя. Развлечься с тобой. Ему не приходилось заставлять тебя. Ты размякла и стала его игрушкой. Думала, я не услышу этого. Ночь за ночью. Всегда послушная дочь, пока... Заткнись! Просто заткнись! Может, сама расскажешь? Она изображает из себя девственную царицу ночью. Чисто как монашка, надежно как гравитация. Но ведь это все притворство. Я хорошая девочка, а ты плохая. Только и знала, что строить козни, пока я искренне о тебе беспокоилась. И несмотря на это, я всегда прикрывала твои промахи. Я заботилась о тебе. И вот как ты мне отплатила... Заботилась обо мне? Все, что ты делала, унижала и ругала за каждый промах. Ты думала, я позволю управлять моей жизнью вечно? Нет, сестра. Это было неизбежно с нашего последнего рассвета. Неужели, милая? Да если бы не я, ты бы не выжила. Они пытались разлучить нас, но я отказалась. Я выбрала эту жизнь и привела в нее тебя, чтобы мы остались вместе. Очевидно, ты забыла. Она помешанная на контроле людей, событий, эмоций. Если она не может что-то контролировать, то избавляется. А ты безмозглая животная. Идешь за каждым, кто поманит тебя. А затем, наевшись и заскучав, ты кусаешь его руку. Тереза не оставит тебя в живых. Она разочарована. Я использовала тебя, да, но не пыталась убить. Для Терезы убийство не проблема, так ведь? Помнишь отца? Отец любил меня. Я была хорошей девочкой. Делала все, что скажут. Тебя всегда бесило, что он любил меня. Ты не слушалась его. Приводила мужчин, когда его не было. Ты была отвратительной дочерью. Как-то пришел домой пьяным и перепутал меня с Терезой. Потому что я заснула в ее кровати. Не слушай ее, она врет. Тереза вошла и увидела, как я лежу с ним. Тогда она пошла в чулан, взяла охотничий дробовик, зарядила крупной дробью и вышибла отцу мозги на дурацкие обои с клоунами. Это ложь! Отец убил себя из-за Жанет! Она довела его до этого! Насколько я помню, он умер с улыбкой на лице. Полиция точно поверила. Они ненадолго нас разлучили, помнишь? И первое, что ты сделала, когда сбежала, нашла меня. Хватит! Ни слова больше об этом. Что ж, вот значит, как все закончится, сестренка. Я всегда знала, что эта ночь наступит. Итак, мне передать что-то отцу от тебя? Извинения? Признание в любви? Да. Я убила ее. Я не желала ей смерти, я лишь хотела, чтобы она изменилась. Ты ведь понимаешь, да? Бедная Тереза. Тебе нужен Бертрам. Он в пустом резервуаре на старой заправке. Он поможет тебе, потому что я его попрошу. Но держи язык за зубами насчет того, что случилось. Ясно? Не стесняйся навещать меня время от времени. Мне будет так одиноко, безумно. То есть, мне иногда будет нужен кто-то вроде тебя. Я так легко начинаю скучать. Может, будешь иногда заходить и веселить меня? Ой, ну и блять. Я что-то так заебался. Все это монтировать и снимать. И по итогу какой-то кукош вышел. Потому что я, пожалуй, закончу на этом моменте. Шизо Терезы с Лешанет. Какой-то я хотел закончить на другом, более важном для сюжета момента. К тому же, тут уже больше 30 минут набралось. А это уже немало. Ладно. Пишите комментарии с критикой для меня. Это будет важно. Все-таки, первый полноценный видос на ютубе. Ну и поставьте лайк, если вам понравилось. Или дизлайк, если вам нет. Мне как-то похуй, честно говоря. Я этот видос монтировал в середине сентября. Ладно, не буду затягивать. Так что, давайте. Там удачи. И пока. Увидимся в новом видосе. Если он, конечно же, будет. Продолжение следует.